В последнее время маркетинг компании Jaguar Land Rover напоминает стратегию Apple. Да, актуальная модель хороша собой и стабильно продается, но смена генераций точно заставит клиентов выложить свои денежки за свежее творение. И не важно, что это, смартфон или автомобиль. Так что флагманский Range Rover меняет поколение немного поспешно. Все ждали, что это случится через год-два. Что изменилось? Стиль обсудим отдельно, а пока упомянем совершенно другую платформу, что принесла немало инноваций, включая аж 70 блоков для управления бортовой электроникой. А еще выросла жесткость кузова, уменьшилось сопротивление воздуху, шасси сделалось полноуправляемым, а у боковых дверей появились сервоприводы. Новые фары с миллионом микрозеркал, что могут рисовать подсказки на дороге. В общем, список новшеств выходит почти бесконечно. На выбор теперь есть четырех, пяти и впервые семиместные варианты салона. Деления на длинную короткую базу остались, но обе версии стали длиннее на добрых пять сантиметров. Колесная база выросла на три четверти дециметра. О моторах. В Европе ставка сделана на подзаряжаемый гибрид, но на российском рынке основу гаммы заложат рядные шестицилиндровые турбодизели от дачи 249 и 350 сил. Верхнюю строчку займет бензиновый V8, притом не старый добрый компрессорный AJ, а покупной баварский B-Turbo. Агрегат BMW выдает чуть больше 500 сил. В России он нужен, в России он востребован. У нас достаточно большое количество клиентов, именно клиентов Range Rover, которые хотят приобрести автомобиль с силовой установкой V8. Дело в том, что V8 изменился. Это совершенно другой двигатель, который устанавливается на новом поколении Range Rover, но есть рынки, в том числе российский рынок, где эти двигатели остаются крайне востребованы. И, наконец, главное. Смотрится новый Range Rover будто концепт. Строго, минималистично и несколько инопланетно. Во всяком случае, дизайнерам, инженерам и технологам удалось безупречно создать единую визуальную плоскость. И страшно представить, сколько денег, нервов и сил пришлось потратить всем участникам процесса, дабы сократить количество стыков между панелями, уменьшить кузовные зазоры и сделать боковое остекление почти плоским, без перепада между стеклом и рамкой. Но сделали же! И за это точно люди захотят отдать свои деньги. Тем временем с новым Range Rover мы познакомились вживую и в ближайшие дни расскажем подробности в программе своими глазами.